Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые братья, уважаемые сестры дай Аллах, чтобы Всевышний принял наш этот барокатный маджлиз посредством этого маджлиса, чтобы Аллах, سبحانه وتعالى, простил нам наши грехи побудил нас всех еще больше поклоняться Всевышнему Создателю и дай Аллах все, что мы соблюдаем, все, что мы совершаем чтобы оно было искренне ради довольства Всевышнего Создателя Уважаемые братья мне немного хотелось бы рассказать о той настоятельной сунне нашего любимого пророка Мухаммада о том, что объединяет нас укрепляет наше братство единство аджамаат намазы сегодня вот сегодня как раз таки такой момент был, что когда в одном месте говорили аджамаат намазы муазин будун целого поселка он шепотом мне в ухо говорит порой, говорит, бывают и такие моменты когда время дхамата приближается я, говорит, выхожу, говорит, с мечети посмотреть не идет ли кто-нибудь чтобы со мной вместе совершить джамаат намазы вы представьте себе уважаемые братья когда настолько, да Аллах Субхану Ва Тааля нас осыпал ниоматами когда в каждом квартале в каждом населенном пункте есть мечети со всеми удобствами вот наши предки наши деды они даже не могли мечтать что наступят такие времена где будут свободно говорить о религии Всевышнего что будут такие условия которые сегодня для нас есть но мы живя в таких условиях уважаемые братья находясь в таких уютных мечетях мы все это не ценим мы все это не ценим ведь из жизни нашего любимого пророка Мухаммада саляллаху алейхи мы знаем когда даже он сильно был болен что самостоятельно не мог отправиться в мечеть он просил сподвижников Абу Бакр Умар Усман Али они по очереди приходили с обеих сторон поддерживали посланника Аллаха саляллаху алейхи вассалям вот таким образом даже пророк саляллаху алейхи вассалям отправлялся в мечеть но не оставлял намаз джамаат во время сподвижников радия аллаху ангум асхабы которые отсутствовали на намазе они настолько были заметны что когда кто-либо из сподвижников не находился на намазе сразу уже они знали кто отсутствует и во время правления Умара радия аллаху ангум когда он на утреннем намазе не нашел одного из сподвижников Сулеймана Абихасма радия аллаху ангум после утреннего намаза он прямиком отправляется к нему домой по дороге он встречает мать этого сподвижника мы знаем да какое чувство сострадания милосердия жалости бывает у каждой матери к своим детям видя мать этого сподвижника Умара говорит я не видел говорит Сулеймана на утреннем намазе она отвечает он говорит всю ночь провел говорит в намазах и под утро говорит охватило его сон и далее представьте себе уважаемые братья Умара Асхаб говорит для меня является наилучшим прийти на утренний намаз находиться на утреннем намазе в джама'ате чем всю ночь проводить в ибадате вот настолько уважаемые братья является ценным джама'ат намаз мы сотни и тысячи километров ради этого дуняла мы оставляем чтобы обеспечить себя свою семью мы отправляемся на заработки кто-то во время сезона Краснодар уезжает на погрузку арбузов кто-то там прополкой лука в Ростове занимается ну разными делами занимаемся мы да это тоже обязанность обеспечивать себя свою семью это тоже является обязанностью для каждого мусульманина мужчины но когда мы прилагаем усердия усилия для этого временного проживания этого дуняла уважаемые братья неужели мы неужели мы мы не можем отвечать на азан который Всевышний нас зовет через голос муазина через минариты мечетей Всевышний Аллах Субхану нас призывает спешите на намаз спешите к спасению мы уважаемые братья во время во время азана мы даже позволяем себе мимо мечети пройти мимо мечети проехать когда нас призывают на молитву представьте себе какая разница большая разница между теми сподвижниками пророка саляллаху алейхи ассалям между теми имамами четырех мазхабов которые в намазе они могли завершить целиком чтение Корана в намазе когда мы изучаем их жизнь как они соблюдали религию и как мы сегодня соблюдаем религию между ими и между нами как небо и земля разница уважаемые братья они тоже желали довольства Аллаха получить рай мы тоже желаем довольства Всевышнего получить рай но уважаемые братья просто ограничиваться на желаниях и что мы хотим получить рай мы же его не получим мы же должны стремиться и стараться чтобы мы заслужили по милости Всевышнего рай уважаемые братья ведь ходить мечеть на джамат намаз когда мы живем да в городе когда мечети в каждом квартале когда асфальтированные дороги освещение на дорогах столько условий даже бывает даже вот в некоторых семьях в некоторых семьях у каждого бывает автомобиль это тоже одно из благ неимата который Аллах нам дал если ты пешком не можешь добраться до мечети но этот неимат можно же использовать для того чтобы легко добраться до мечети столькими неиматами Аллах нас наделил уважаемые братья но мы этого не ценим мы этого не ценим особенно акцент пророк саллиллаху алейхи вассалям делает на утренний и на ночной намаз они являются да как пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал инна хатайни салатайни мин аскали салавати аля мунафик эти два намаза утренний и ночной намаз являются тяжкими намазами для мунафиков если бы ценность утреннего и ночного намаза люди знали бы они ее не оставили бы даже если хоть пришлось бы идти в сторону мечети на четверинках ползая по настоящему если мы знали бы ценность джамаат намаза мы таким образом тоже не оставили бы уважаемые братья ноги которые Аллах нам дал руки которые дал протягивать смотреть глаза дал слышать уши дал разговаривать язык дал столькими ниаматами Аллах нас наделил уважаемые братья пока пока мы молоды особое обращение к молодым людям пока мы молоды чтобы мы эту молодость использовали во благо во благо вечного охирата от любого пожилого человека если спросить каково им сегодня поклоняться им любой из них скажет что тяжело молодости все легко дается пока мы молоды уважаемые братья мы должны ценить нашу молодость у нас нет гарантии проживем мы до старости или нет молодости то что сделано оно бывает намного да намного эффективнее намного такое бодрое бывает то что мы молодости делаем далее далее уважаемые братья говоря о одном из муазинов нашего любимого пророка саллиллаху алейхи вассалям про Беляла радия Аллаху все слышали ибн 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 нашего любимого пророка саллиллаху алейхи вассалям он был сподвижник слабого зрения он приходит пророку саллиллаху алейхи вассалям и говорит я Расул Аллах о посланник Аллаха в этом городе хищные звери от которых есть опасность для меня и у меня нет путеводителя который за руку может везти меня до мечети есть ли для меня оправдание чтобы я оставался дома и дома совершал намаз этому сподвижнику посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям говорит слышишь ли ты азан он говорит наам я Расул Аллах да слышу о посланник Аллаха слышу я азан тогда пророк саллиллаху алейхи вассалям говорит тогда отвечай на азан даже сподвижнику у которого слабое зрение который да в качестве оправдания приводит звери которые могут ему навредить в дороге который приводит в качестве оправдания что нет путеводителя который за руку может его везти до мечети такому сподвижнику когда пророк саллиллаху алейхи вассалям не дал разрешение оставаться дома совершать намаз как вы думаете сегодня нам было бы такое разрешение чтобы мы дома совершали намаз в Аллахе не было бы уважаемые братья в другом хадисе посланник Аллах алейхи вассалям говорит нет намаза у соседа мечети кроме как в мечети соседами мечети кого называют по шариату во все четыре стороны в диаметре в окружности от мечети во все четыре стороны вот например город хасаюрт если взять здесь в каждом квартале есть мечети и вот от этих мечетей во все четыре стороны здесь можно сказать все горожане являются соседями мечети и пророк салли аллаху алейхи вассалям когда говорит что нет намаза у соседа мечети кроме как в мечети мы как должны это понимать полноценное вознаграждение будучи соседом мечети мужчина не получает когда он совершает намаз дома уважаемые братья мечети они для того чтобы мы ходили туда вот этот уют эта красота приятно да уютно находиться но настоящая красота уважаемые братья настоящая красота мечети когда наши ряды переполняются на каждом намазе вот это настоящая красота вот к чему мы должны стремиться мы сами посещая таким образом мы должны дать подрастающему поколению нашим детям пример на себе собой нужно детей приводить мечеть чтобы они пропитались чтобы у них в крови чтобы это было что намаз дома это как-то как-то неполноценно человек любого человека который стабильно на каждом намазе который в мечети бывает если любого из них если спросить когда как-то по каким-то причинам что получается одному совершать намаз вот в таком состоянии бывает как будто вовсе даже этот намаз и не совершили те люди которые постоянно привыкли ходить на намаз и в намазе которые находятся вот таким образом уважаемые братья вот такое состояние у каждого из нас должно быть и в конце про одного из ученых праведников хатам асам рахима уллах он рассказывает вот представьте себе чтоб человек говорил за всю свою жизнь я пропустил говорит только один намаз который я в джамаат не совершил хатам асам говорит рахима уллах я говорит своей жизни только один намаз говорит пропустил джамаат вот представьте себе один намаз говорит я в джамаате пропустил и далее он говорит ко мне говорит только один человек говорит пришел узнать о моем положении почему я не пришел на этот намаз он был авторитетным человеком свое время и далее он говорит если говорит у меня умер бы говорит ребенок ко мне на соболезнование пришли бы более десяти тысяч мусульман на соболезнование и далее он говорит упущение утрата религии для людей говорит стало намного легким чем утрата этого дуняла много можно привести примеров много можно привести примеров когда где-то становится например да дтп там какая толпа собирается кого-то в больнице оперируют весь тухом все село там возле больницы собирается это все из дуняла из мирского да желательно в таких местах находиться поддерживать но когда муазин призывает нас на намаз уважаемые братья когда мы носим мусульманское имя считаем себя мусульманином как мы можем мимо мечети проходить когда нас на намаз когда нас призывают вот на это же мы должны обращать внимание уважаемые братья это же из тех предписаний Всевышнего самое легкое самое легкое уважаемые братья просто выйти из своего дома отправиться в мечеть стать за имамом и совершить намаз здесь сложного ничего нету почему мы не пользуемся этим благом который за каждый шаг отправляясь в мечеть Аллах нам прощает грехи наша степень перед Всевышним возвышается за каждый шаг который мы отправляемся в сторону мечети находясь в мечети даже если хоть мы молчим Аллаха не поминаем делаем намерение на этикав мы получаем вознаграждение всего лишь из-за того что мы находимся внутри дома Аллаха столько возможностей уважаемые братья чтобы поставить что-нибудь в копилку ахирата давайте каждый сделает намерение в каком бы квартале он не находился в своем квартале уважаемые братья чтобы из пяти намазов утренний ночной намаз это вообще это даже здесь речи не идет чтобы дома мы ее совершали эти два намаза и так должны быть в мечети у нас вот следующие три намаза чтобы хотя бы из трех этих намазов один намаз мы старались совершать в мечети вместе с джамаатом уважаемые братья вот когда мы будем находиться в мечети на утреннем намазе так в таком же количестве как на пятничном намазе вот тогда мы можем сказать что любые мольбы дуа всевышний Аллах наш примет и ответит на наши мольбы а пока муазин ищет выходит после азана и ищет человека неужели никто не идет вместе с ним чтобы джамаат намаз совершить пока мы в таком положении находимся и беды и болезни и все остальное будет нас настигать пусть Аллах нам поможет пусть Аллах примет этот мачлис простит нам всем наши грехи ассаламу алейкум арахматуллах и обракат